Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Говорят, что велик риск рождения больного ребенка зачата великим постом. Так ли это? Надо вам какой-то библейский ответ дать на этот вопрос. Портал-то библейский у нас, не береговский. Библия говорит, что сын и отца не отвечают. Написано, что наступили времена, когда уже не будут говорить, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. И вообще, что это за культизм такой, на самом деле? Такой юридический. В миру, допустим, есть такое понятие замещения. А если там родители долго не отдали, а дают дети. И то не всегда. А тут что такое? Отец или мать согрешили, живут все припеваючи, господь по какой-то такой странной причине решил весь гнев свой за нарушение заповеди направить на ребенка. Откуда вообще взялась эта идея, мне совершенно непонятно. Может, в монашеской среде. Хотя к монахам отношусь очень хорошо, положительно. Это наш авангард в духовной битве против духа злобы поднебесной. Но для них, для многих из них, вообще супружеские отношения, даже законные. Не совсем то, что они хотели видеть бы в мире всем. Не у всех. Но именно в монашеской среде возникают такие, к сожалению, разговоры. Потому что приходят, потом спрашивают, батюшка, мне такое в храме сказали. Куда в монастырь, небось, какой-нибудь съездила поисповедоваться? Ну да. Пожали, что посеяли. Возможно, кто-то из женатых священников тоже так говорит. Вполне возможно. Может быть, ввиду отсутствия образования духовного. Дети, зачатые в пост, они будут болеть ровно столько, как и дети, не зачатые в пост. Буду страдать ровно столько, сколько и дети, родившиеся на планете Земля. Ибо страдания, и болезни — это необходимость человеческого бытия. Как говорит пророк, псалмопевец Давид, дней наших 70 лет, ащи же в силах 80 лет, и множие их труд и болезни. В разных переводах пишут. Или в основном труд и болезни. Лучшие годы из них труд и болезни. Так что, если детки ваши болеют, может быть, вам вообще просто, перед тем, как семью создавать, надо было спортом заниматься, питаться правильно, здоровьем следить. Здоровее были бы? Не курить, не пить. Родителей почитать. Это тоже все важно. Так что, если кто-то переживает, то не переживайте. А вообще, я когда-то был руководителем архиерейской канцелярии, поздравлял, отправлял письма поздравительные разным архиереям, матушкам, батюшкам, я вам скажу, что в каждом месяце несколько десятков архиереев, игуменов и игуменей, отмечают свои дни рождения. С января по декабрь нет таких месяцев, когда бы вообще не было бы ни одного дня рождения. Ну, когда у нас там рождественский пост, допустим, в декабре выходит, в сентябре у нас должна была бы быть пустота. Все. Ни один епископ не может быть зачат в пост. Ни один монах, вы что, ни один священник. Как такое может быть? Это все пропащие люди в пост зачаты. Нет, знаете, лакон нет. Конечно, не надо вам сейчас закапываться в календаре и смотреть, кто там когда зачат, кого там когда день рождения. это свидетельство некоторой неадекватности, если честно. Но если вы думаете, повторюсь, что жизнь таких людей теперь будет Богом не благословлена, то очень даже благословлена. Не переживайте. Потому что когда зачат ребенок, на его жизнь совершенно не влияет. Если вы, конечно, выпили хорошенько перед этим, то влияет, да, влияет на здоровье. А сакрально, сакральных таких влияний не существует. Поэтому, если кто-то вам такой говорит, боргните, скажите, хорошо, спаси Господи, буду знать. И больше к такому человеку за советом не ходите. Рекомендую. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.